Всем привет! С вами Камила. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня, девочки, решила краситься вместе с вами. И на улице отвратительная погода, идет снег. Поэтому я надеюсь, может быть, я вам немного подниму настроение. Итак, начинаем. Увлажняющий крем у меня Ситофил для проблемной кожи. Очень классное средство. И я привыкла красить сначала глаза, а потом лицо. Потому что, возможно, будут какие-то осыпания, и так будет все идеально. И сегодня я буду краситься с новыми продуктами для меня. Косметика Магруз. Мне недавно ее прислали для обзора. У меня тени, подводка и помада. Поэтому посмотрим, как они будут себя вести. На самом деле, я уже вовсю пользуюсь этими средствами. Но покажу вам их тоже. У меня сегодня будет мейкап на весь день. Поэтому я наношу базу NYX Eyeshadow Base кисточкой на все подвижное веко. Чтобы ничего не скаталось. На самом деле, я так не люблю, когда я близко снимаю. Потому что, видно, все мои недостатки. На все подвижное веко. Я наношу также на нижнее веко. Палетка Магруз выглядит вот так. Вот она идет в коробочке. И здесь 10 оттенков, зеркальце и спонжик в комплекте. Честно, я не фанат этой палетки. Потому что тени, на мой взгляд, не очень хорошего качества. Цвета красивые. Но при этом они очень меловые. Очень сухие. Очень сильно крошатся. И практически не держатся на глазах. И при этом, мне кажется, что стоимость завышена. Я взяла самый светлый оттенок и буду наносить его на все подвижное веко. Я беру желтый оттенок из палетки. При этом его нужно обязательно стряхнуть. Иначе все очень сильно осыпется. Итак, высветлила веко. Теперь я возьму цвет, который мне очень нравится. Это такой серовато-зеленый оттенок. И безумно красиво получается прорисовывать складку. Чем мы сейчас и займемся. Я беру пушистую кисточку. Обязательно стряхиваю. И буду прорисовывать складочку века. У меня получится такой классический макияж. И когда я прорисовываю складку, я всегда ее достаточно сильно вытягиваю. Потому что у меня глаза близко расположены. И если вы хотите делать глаза чуть-чуть круглее, то прорисовывайте не саму складку, а чуть-чуть повыше. Видите, как я делаю? Кстати, вот эта кисточка от Real Techniques растушевочная, она абсолютно божественна. Вы слышите, как у меня дети сзади кричат? Теперь я этот же цвет наношу на нижнее веко. Я наношу его достаточно низко, потому что это увеличивает глаз. Практически где мои нижние ресницы заканчиваются. Прям так конкретненько, видите? Теперь я возьму светлый карандаш для глаз. У меня белый вот такой вот огрызочек от L'Etoile. Очень классные карандаши были. К сожалению, они еще сняты с производства. Тут в этой же полетке есть черный оттенок с блесточками. Я совсем чуть-чуть, капельку его возьму. И прорисую межресничное пространство внизу. Теперь рисуем стрелочку. Теперь я беру подводочку и будем рисовать ей стрелки. Кстати, подводка мне очень понравилась. Она очень стойкая и держится весь день и красиво рисует. Единственное, мне кажется, что прям супер-супер тонкие линии я не получится нарисовать, потому что она в виде фломастера, и сам фломастер достаточно толстый. Фокус, фокус, фокус! Да, фокус. Я на самом деле, когда рисую стрелки, я никогда ничего особенного не делаю. Я просто рисую очень-очень тонкую линию по самой линии роста ресниц, и потом вывожу хвостик. Я рисую тонкую линию, потому что у меня вот эта века, вы видите, она не очень широкая, то есть у меня довольно мало здесь пространства. Если линия будет толстая, то у меня века вообще все закроется, и глаз будет очень маленький. Я не дохожу до внутреннего уголка, иначе мои и так близко посаженные глаза станут еще ближе друг к другу. Я наоборот их вытягиваю к внешнему уголку. Рисую хвостик. Вы знаете, да, что хвостик должен быть в продолжении нижнего века. И когда я на самом деле рисую стрелки, я всегда делаю вот такую заготовку, как я нарисовала сейчас. А когда у меня уже будут прокрашенные ресницы, я буду ее немножечко поправлять, где она немного отличается, хотя сейчас они мне принц берут. И вот как работает сама подводка. Можно рисовать очень толстые линии, тоненькие. Тушь Зориаль Телескопик потрясающе удлиняет ресницы. Я, кстати, ресницы всегда прокрашиваю не только с нижней поверхности, но сверху тоже. Я даже не испачкала свое верхнее веко. Удивительно. Я всегда также прокрашиваю ресницы нижнего века, потому что это делает глаза более кукольными, более круглыми и большими. Но при этом, конечно, макияж утяжеляется, поэтому имейте это в виду. Конечно, без тонального крема я стремноваться сейчас выгляжу, но ресницы уже накрашены. И, девочки, если вы совсем не умеете рисовать стрелки, то накрасьте сначала ресницы, а потом рисуйте стрелку, потому что ваши реснички уже накрашенные будут вам, скажем так, давать направление, в какую сторону вести стрелочку. И я вот раньше всегда так делала. Это большой секрет. Очень классно помогает. Что я всегда обычно делаю? Я на нижнем веке, вот в самом уголке внешнего глаза рисую несколько палочек. Вы, конечно, сейчас подумаете, что это совсем дико, но когда у вас прокрашены ресницы, вы серьезно разницу не заметите. Просто пару палочек, которые будут имитировать ресницы. Вот так вот это выглядит. И у меня сейчас, мне кажется, сейчас это зарядка. Глаза мы практически закончили. Я возьму еще раз эту палетку и возьму самый-самый светлый белый цвет, стряхну и подчеркну внутренний уголок глаза. Лицо. Чем будем замазывать лицо? У меня вот такой бибикрем есть от Skin Misa. Он достаточно плотненький. И я давайте сегодня им воспользуюсь. Потому что сейчас очень холодно. И мне кажется, если я выйду на улицу с каким-то легким тоном, она у меня вся покроется какими-нибудь шелушениями. Он достаточно светлый, поэтому я буду его смешивать с тоналочкой потемнее. Главное, чтобы я сейчас оранжевый не стала. Так, смешивать, смешивать. И возьму какую-нибудь такую кисточку. Я возьму капельку еще этого бибикрема на маленькую кисточку для консилера. И сегодня я буду им даже синяки замазывать под глазами. Я в последнее время безумно полюбила вот такие спонжики, самые обычные, самые дешевые, потому что ими так классно можно припудривать область под глазами. И вообще, в принципе, усаживать тональный крем. Я всегда припудриваю под глазами. Давайте сегодня возьму вот такую палетку от Lancome. Здесь есть светлая пудра. Вот так вот она выглядит. И я прямо этим же спонжиком ее наберу. И, скажем так, запечатаю область под глазами. Девчонки, многим может показаться, что это будет перегружать вашу область под глазами, и у вас будут морщины вскоре. Но, девочки, это не так, потому что вы впоследствии будете гораздо меньше наносить корректоры, консилеры в течение дня, потому что у вас все будет очень классно держаться, у вас все классно запечатано. И я вот действительно в течение дня вообще консилер не поправляю. Хотя я обычно, когда делаю макияж, это с 9 утра до 8 вечера. Я всегда-всегда еще матирую нос, потому что он у меня далек от идеала, и если он будет блестеть, то он будет казаться еще больше. Дальше из этой же палетки есть безумно красивые розовые блестящие румяна. Они практически не дают цвета, у них именно очень красивый блеск. Дальше я вчера купила бронзер от H&M. Он у меня уже был, я просто его обновила, потому что мой разбился. Давайте я им сегодня и воспользуюсь. Оттенок Dark Ten очень классный. Он не желтый, такой именно золотистый. Сейчас будет куча комментариев, какой тяжелый макияж, как так можно вообще жить. Но, девочки, в любом случае, я еще решила приклеить реснички. У меня они разрезаны пополам, и у внешнего уголка более длинные. И моей формы глаз такие ресницы идут лучше всего. Девчонки, мне просто очень нравится краситься. Честно, я от этого получаю удовольствие. Понятное дело, что я не каждый день клею себе ресницы и хожу так. Я не каждый день делаю тяжелый контур и так далее. Бывают дни, когда мне просто лень, я выхожу либо из макияжа, либо просто с ресницами накрашенными. Но мне нравится краситься. Я от этого получаю удовольствие, у меня поднимается настроение, поэтому вот так вот. Я знаю, что многие девчонки любят прям супер нежный мейкап, но это не я. Клеем. Как я люблю ресницы, как я люблю ресницы. Они сразу такой большой. Я не сумасшедшая. Сейчас за 2 минутки сделаем ринопластику. Я буду контурировать нос, будет об этом отдельное видео, просто я хочу сделать его, рассказать вам обо всех деталях, обо всех маленьких хитростях, поэтому нужно чуть-чуть для этого подождать. Переходим к губам. Я нанесу капельку бальзама, потому что они у меня очень-очень сухие. У меня здесь очень красивая помада. Цвет номер 2 Purple Silk. Она не нюдовая. Это оттенок насыщенного розового цвета с капелькой коричневого потона, я бы сказала. Такие цвета очень любят Kylie Jenner, поэтому если вы хотите такой эффект, помада номер 2. И карандаш я подобрала, он идеально подходит. Ева оттенок нежно-розовый. И сразу предупреждаю, те, кто любит натуральные нежные губки, наверное, вам стоит закрыть глаза, потому что я буду сейчас конкретно обрисовывать губы и их увеличивать. И я буду закрашивать все губы. И теперь, наконец-то, помада. Помада мне безумно нравится. Видите, оттенок идеально подходит сейчас. Вот эта помада мне безумно понравилась по качеству. Ее, когда наносишь, она ложится как бальзам. Она достаточно плотная, закрывает полностью свой оттенок губ и абсолютно их не сушит, наоборот, увлажняет. По качеству она мне очень напоминает вот эти помады от Yves Saint Laurent, Rouge Valute, они, кажется, называются. Вот так вот она выглядит на губах. Я закончила. Единственное, что я хочу сделать, последний шаг. Лично я на себе не очень люблю помады с глянцевым финишем, как вот эта. Цвет безумно мне нравится, но мне кажется, что матовая, она будет мне лучше идти. Я ее сейчас быстренько заматирую. Это сделать очень просто. Я беру матирующие салфетки. У меня от L'Etoile. Кстати говоря, очень классные матирующие салфетки. Что вы можете сделать еще? Иногда я так делаю. Взять любые румяна, похожего оттенка с этой помадой. Я вот возьму из палетки от Givenchy. Мне кажется, вот этот вот квадратик очень похож. И я просто пальчиком его вот так вот припудрю. В принципе, можно делать то же самое и с прозрачной пудрой, если у вас нету румян подходящего цвета. И помада стала абсолютно матовой. Мне такой эффект нравится гораздо больше. Ну что ж, девчонки, на этом видео заканчивается. Я очень надеюсь, что вам понравилось оно, что вам понравилась моя волтовня. Я надеюсь, она была не очень скучная. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на продукты, которые я использовала, именно вот Магрус. В целом, мне очень понравилась помада и подводка. Тень я вам не советую, потому что действительно качество оставляет желать лучшего. А подводка и помада довольно неплохие. В последнее время я обожаю Snapchat, поэтому если у вас там есть аккаунт, то, пожалуйста, подписывайтесь на меня. У меня там очень креативный, необычный никнейм Camilla Beauty, собственно говоря, как и везде. Все, прекращаю болтать. Всем хорошего настроения, всем удачи. Пожалуйста, оставайтесь позитивными, несмотря на не очень хорошую погоду, потому что все будет замечательно. Нужно в это верить. И до встречи в новом видео. Пока-пока.